здравствуйте друзья в сегодняшнем уроке вы увидите а у у у у у у у Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем мы продолжим, посмотрите небольшую часть уроков, которые вы получите, если приобретете полный курс. И пока вы знакомитесь с тем, что включает в себя весь курс, частью которого является этот урок, хочу обратиться к вам с просьбой, которую мы будем добавлять к каждому уроку, который будем публиковать на ютубе. Не потому, что мы этого хотим, а потому, что мы нуждаемся в вас. В вас, тех, кто уже покупал, покупает или будет покупать наши курсы, в вас, тех, кто оказывает нам поддержку, делая пожертвования, независимо от их размера, обращаемся к вам с искренним сердцем и открытой душой. Наше ютуб-сообщество собрало, собирает и будет собирать людей, которые ценят знания, личностное развитие и поддержку друг друга. Мы невероятно благодарны каждому из вас за то, что вы здесь, за вашу активность, за каждый лайк и комментарий. Благодаря вам наш труд приобретает смысл, и вместе мы создаем что-то по-настоящему ценное. Но в этот момент, как никогда раньше, нам нужна ваша поддержка. Чтобы мы могли продолжать делиться знаниями и создавать качественные материалы, мы полагаемся на вашу помощь. Так сложились обстоятельства, что в данный момент наши курсы могут быть приобретены только за пределами России. И ютуб также учитывает только просмотры из других стран. Поэтому мы обращаемся к тем из вас, кто находится за пределами России, с просьбой поддержать нас небольшим пожертвованием, кто сколько может. Будь вы в Германии, Украине, Финляндии или где-либо в Европе или мире. Ваши пожертвования помогут нам продолжить вести канал, улучшать качество контента и создавать еще более полезные материалы для всех, кому они нужны. Вы можете поддержать нас, сделав пожертвования через PayPal или Револют. Вы также можете стать членами нашего ютуб-канала или поддержать нас через кнопку SuperTanks. Можете также стать участниками нашей страницы на Patreon, где мы выкладываем записи наших мастер-классов и вебинаров, а также размещаем курсы, которые уже доступны и будут добавляться в будущем. Все наши курсы мы загружаем на нашу страницу в Patreon. Все ссылки находятся в описании под видео. Мы вкладываем много усилий и времени в создание курсов, чтобы развиваться вместе с вами, и покупка курсов станет значительным вкладом в продолжение нашей работы. Каждая ваша поддержка, покупка курса или пожертвования – это вклад в общее дело, которое мы строим вместе. Давайте не останемся равнодушными и поможем друг другу в это трудное время. Вместе мы сильны, и я верю, что мы сможем преодолеть любые преграды. Спасибо вам, что вы с нами на этом пути. Благодарим вас от всего сердца. 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 Мы всегда задаем вопрос, будет ли у нас здесь композиция, фрагмент. Конечно, когда мы рисуем пейзаж, обязательно в этом случае, в живописном, как мы сегодня будем рисовать, в живописной иллюстративной манере, у нас будут дальние планы. Как только мы об этом говорим, значит, мы не делаем нашу рамку. Что мы делаем с самого начала? Мы интересно сегодня сделаем. Мы сегодня разделим нашу высоту на три части в первую очередь. И вот эта точка, которая высота, это будет высота дальнего плана. Высота дальнего плана равна примерно 1,5-2 см максимально. Поэтому линия горизонта у нас с вами будет чуть ниже. Вот здесь она будет проходить. Линия горизонта. А теперь на заднем плане у нас будет фрагментально идти наш дальний лес. Вот сюда делаем дальний лес. Теперь мы находим точку пересечения в зеркальном изображении золотого сечения. Находим вот здесь точку. Вот эта точка будет наша рождественская звезда. Больше здесь не будет ни снега летящего, ни луны, ни солнца, ни звезд. Только одна звезда. Как только мы добавляем главному сюжетному наполнению работы какие-то дополнительные элементы в виде птичек, в виде там еще хочется украсить нам работу, теряется вот эта значимость. Для того, чтобы она была, нам обязательно нужно ее нарисовать. Как мы будем ее рисовать? Сейчас мы подробно это пройдем. У нас будет стоять точка. Вокруг точки мы рисуем ободок, границу. Ее мы не будем рисовать, мы ее будем подразумевать. И теперь располагаем вот в таком формате. У нас будет идти наша звезда. Значит, лучики будут идти от этой границы. И идти они будут максимально далеко именно на этих четырех лучах. Но не нужно делать это очень длинными. То есть они могут быть покороче, где-то подлиннее. Все четыре лучика у нас должны быть разной длины. А вот потом между ними мы будем рисовать наши дополнительные линии, которые должны идти максимально красиво. Но все они будут невысокие по длине. И мы все их будем делать вот так вот в повороте, как сейчас я вам показываю. Дальше мы идем, рисуем нашу деревню. Мы находим одну треть здесь. Вот так ее разделим. Вот. Находим. И на этой трети, выше уровня нашего дальнего плана, мы рисуем треугольную такую вот крышу нашего куторка. Вот так треугольная крыша. Вот так. К ней, к этой крыше, у нас будет пристроено навес. Вот так. На нас будет идти. Мы можем здесь резную какую-то сделать. Здесь у нас будет труба с этой стороны или с этой стороны, может быть. И здесь мы прикрываем нашу историю с избушкой таким образом, чтобы вот линия, на которой у нас построен наш холмик, вышла в одну четверть. То есть одна четвертая у нас будет вот сюда идти. Вот наш холмик. Так. В правой стороне мы нарисуем заборчик, который обязательно дадим, покажем, как на нем лежит снег. На заднем плане у нас будет здесь дерево. Я покажу, как его сделать очень оригинально. Может, это береза, может, это яблоня, какая-то старая. Мы сделаем ее таким неровным стволом. Ну и продолжим здесь нашу историю с избушкой. Мы можем здесь нарисовать колодец, например. Давайте колодец нарисуем. Вот. Мы можем даже дать здесь лавочку заснеженную. Дым из трубы у нас не будет идти. Мы можем показать здесь одно окошко. Можем показать в этой стороне одно окошко. Или здесь можем показать. Можем обойтись полностью без окон. То есть как вам интересно. Вот мне кажется, что лучше, чтобы он был в противоположной стороне. Потому что если будет свет от окна, мы его покажем на нашем теневой стороне. Теперь мы обратимся в нашу долину. Отойдем на сантиметр вниз. Продолжим линию. И здесь у нас будет еще линия с кустами. Дальше еще идем сюда на сантиметр. Так вот, это вот ближняя линия. Поэтому у нас будут здесь наши холмики чуть покрупнее по высоте, чем самые высокие вдалеке. То есть средний план, он предполагает быть повыше. Здесь мы можем даже нарисовать некую дорожку с кустарниками. Это вот целая история будет у нас в нижнем плане. Теперь мы будем очень интересно распределять наше небо. Кто учился на открытках осени и лета. У нас есть очень интересное небо, которое мы рисуем с небольшими включениями разного оттенка. Но рисовать мы небо будем от линии горизонта кверху. И рисуем очень интересно. У нас сначала будет идти один цвет. Примерно мы будем его делать вот до сюда. То есть наша крыша должна быть до линии темных элементов. Теперь мы здесь сверху рисуем линию фиолетовую. Вот фиолетовые. Плавно вмещаем в голубую фиолетовую, ну вот эту темно-синюю. Плавно вмещаем в ультрамарин. И нам выходит, что у нас выходит здесь светлое пятно, сверху темное пятно. А как нам здесь поступить? Нам нужно нарисовать небо с двух сторон. Снизу наверх и сверху до этой линии. Поэтому мы сначала с вами рисуем линию горизонта. На линии горизонта мы делаем небо. Не обращая внимания ни на нашу крышу. Иначе у нас могут быть здесь изменения в цвете с двух сторон. Приведет к нежелательному результату. Крыша у нас с теневой стороны. Поэтому она темненькая. Сначала сделаем вверх, низ нашей линии горизонта. Потом мы нарисуем вверх. И тогда уже будем рисовать нашу деревушку. Пока будет эта верхняя часть вся будет сохнуть. Я беру лист плотной бумаги. Возьму карандаш не такой мягкий. Для того, чтобы сейчас этот эскиз проработать. И сделать его не целиком. То есть мне сейчас нужно найти одну треть. Чуть-чуть ниже опуститься. Нарисовать линию горизонта. Линию горизонта. Все. И сейчас я буду рисовать небо. Ну, единственное, что я могу сказать. Здесь нужно найти одну четверть. Нарисовать вот этот наш холмик. Мы здесь можем нарисовать с вами нашу деревеньку русскую. Мне очень нравится название. Вот вечера на хуторе Близди Каньки, например. Когда такой мороз стоит. Никто не выходит из домиков. Ночь на дворе. Тишина, спокойствие. Печка давно истоплена. Поэтому дымок никакой не идет. Не мешает чтению нашей истории. Все остальное мы не рисуем. Мы запоминаем, что у нас здесь частично фиолетовый цвет. Частично кусочек голубой фицет темный. Потом идет ультрамарин. А вот эта часть у нас будет снизу мы делаем белый с оранжевым, вот таким цветом. Лимонный, кадми, желтый, средний. И оставляем вот на этой линии. Так. Значит, я беру красочки. Пододвигаю. Сейчас я подстилю под работу листочки, чтобы можно было их не испачкать нам в стол. Можно дежурные такие листочки взять. И теперь наша задача нарисовать светлую часть неба. Начинаем всегда с белого цвета. Белый цвет. Потом берем наш лимонный цвет. Потом берем кадми, желтый, средний. Потом берем красный немножко, для того, чтобы у нас был персиковый цвет, цвет оранжевый. Нам этот цвет очень нужен. Все. И теперь будем уже рисовать. Значит, вы можете взять кисточку побольше. Можно здесь кисточку взять номер 5, 6. Вот у меня, например, кисточка номер 10. Хорошая кисть. Я сейчас ее вымою. И начну писать. Небо. Берем белый цвет. Разминаем. Возьмем желтый цвет, чтобы нам сначала его взять таким теплым оттенком. И первую линию мы рисуем теплым оттенком. Вот прямо такую линию. Не обращаю внимания ни на что. Теперь мы в этот теплый оттенок добавим красного. Потому что у нас был такой персиковый цвет. И он очень плавно входил. Я очень активно начала. Может быть, поменьше нужно кисточку. Возьму все-таки поменьше кисточку. Как-то мне не очень нравится, что... Ну вот, вообще, могу сказать, что гуашь в этом плане, она у нас не такая пластичная, как, например, краска масляная. Поэтому могу сказать, что бывает такое. Так, я вот такими кусочками делаю. Где-то прям аж как прилепится цвет. Не убрать. Сюда идет, потом добавляем желтый лимонный. Если у вас нету лимонного цвета, берете просто желтый и добавляете. Здесь у вас много краски наложено, поэтому здесь можно очень легко соединить при помощи воды. Конечно, когда вы рисуете большой кисточкой, то тогда у вас получаются более плавные переходы. А маленькая кисточка и дает такие довольно-таки переходы. Не столь активные, но получается интереснее. То есть здесь вы выбираете и то, и то, и то. Что нам нужно сделать? Нам нужен вот этот поясок, который заканчивается у нас на переходе с ультрамариновым цветом, сделать более светлым. Поэтому берем белый цвет, чтобы вам было видно. Прежде чем мы продолжим урок, еще раз хотим поблагодарить каждого, кто приобрел наши курсы или сделал пожертвования. Вы можете продолжить поддерживать нас через PayPal, Revolut и Patreon. Вы также можете стать членами нашего YouTube-канала или поддержать нас через кнопку SuperTanks. Благодарим каждого из вас, где бы вы ни находились в мире. Добавляю лимонный, чисто перемешиваю. И вот здесь вот аккуратненько вот так рисую. Последнюю. Можно даже белого побольше немножко, чтобы контрастнее было. Обрывочно можно давать. Почему? Потому что у нас здесь будет входить наш голубой цвет. Вот. Теперь нам нужно сделать глубокие тона сверху. Мы берем фиолетовый цвет, потому что фиолетовый присутствует во всех практически баночках. Вот тут у меня какой цвет. Так, синий. Синий, темный. Раз. Так. Где ультрамарин у меня? И фиолетовый. Если нет фиолетового, надо добавить бордовый в синюю ФЦ. Ну вот у меня фиолетовый есть. Он у меня в гуаше, в другой. Вообще могу сказать, что краски мы подбираем себе. Художники, когда работают с краской, они выбирают себе краски. Ну вот я, например, у меня есть еще краски фирмы Сонет. Там есть очень интересные цвета, которых нету здесь. Они тоже считаются художественными красками. Но на самом деле там нет такого важного цвета, как бордовый цвет. Но зато есть очень интересный синий цвет. Вот я беру фиолетовый цвет. И сверху начинаю рисовать небо. Рисую очень плотно. То есть это называется глухое рисование, когда мы рисуем максимально темным цветом. Буквально наполняем только темным оттенком. Воды минимально на грани, чтобы было очень плотно. Проходим буквально вторым слоем, третьим, чтобы у вас белый цвет бумаги как можно плотнее затонировался. Потом берем темный, вот этот синий цвет. Он практически черного цвета. Размазываем на фиолетовый цвет. Можем добавить даже фиолетовый вот здесь вот вместе с синим, потому что у нас здесь должна быть очень темная история. Самое интересное, гуаши ведь при высыхании светлеют. И поэтому вы увидите эти оттенки, но не сейчас. Вам нужно сделать максимально темный оттенок. Так, доходим до нашей меньшей полоски ультрамарином. Нам кажется, что мы делаем сейчас очень темно. На самом деле высохнет, и мы будем видеть контраст. Это еще дает нам такой вот бонус интереса возникающего. Теперь мы добираем ультрамариновый цвет. Обратите внимание, что я не мою кисточку. Я делаю это все очень плотно. И теперь мне надо максимально сделать красивый переход на ультрамариновый оттенок. Чтобы был переход цвета очень плотный. Не был размазан чем-то. Вот теперь интересно, когда мы будем сейчас рисовать небо, нам совсем не нужно, чтобы наше небо было абсолютно сухим. То есть мы сейчас будем дальше работать. И вот я сейчас вытираю, вымываю наш цвет. Вот я вымываю с кисточки для того, чтобы взять белый цвет. Белый цвет у меня здесь есть. Я немножко добавлю синего. И получается у меня такой вот цвет. Вот теперь я немножко даю вхождение в этот цвет. Не нужно, чтобы у вас была совершенно ровная линия. Она должна плясать, то есть она должна с этой стороны смешиваться и заходить какими-то уголками с верхней массы темной. Теперь мы видим, что нижнее соприкосновение у нас такое на белый с ультрамарином дает такой интересный оттенок. Теперь мы берем вот этот вот белый ультрамариновый оттенок. Сейчас, может, белил. У меня здесь желтый попался. Вот здесь делаю. И теперь я делаю очень интересную вещь. Я беру и делаю здесь полосочки. Чтобы кисточка была лучше, я ее беру, жиденько так делаю. Вот так. Теперь беру больше белого. В два раза больше белого, чем голубого. Тоже жиденькое. И добавляю где-то, скрашиваю края. Потираю где-то. Перемешивается где-то цвет, потому что у меня жидко очень краска. И получается такие вот окошки. Такие блинчики все идут параллельно. Получается наше очень интересное небо. Вымываем кисточку. Берем новую палитру. Убираем наши листочки, вот эти, которые нам мешают для прочтения. И сейчас мы будем рисовать нижнюю часть. Чтобы вам было виднее нижнюю часть нашей работы. В это время все высохнет. Даже я не сомневаюсь. У меня чистая палитра идет. Так, пододвигаю краски свои. Вот, а теперь нам нужно сделать нашу долину. Вот эту долину. Здесь сложность еще возникает в том, что когда мы начинаем долину, мы понимаем, что она у нас должна быть целиком закрашена. Раз. У нас здесь есть большое усложнение. Осложнение связано с нашей, с нашим беседочкой. Вот здесь у нас есть кусочек. Очень важно, чтобы был точно такого цвета. Поэтому я предлагаю вот отсюда рисовать до додомика. Иначе очень часто разница существенно до вот этого столбика, вот до этого, с одной стороны, а здесь другим цветом. Раз у нас здесь будет темным цветом, коричневым, синим, нарисован сам, сама структура бревен, то мы закрасим, чтобы у нас была долина максимально такая симпатичная. Что нам нужно взять для долины? Мы берем белый цвет. Мы берем наш ультрамариновый цвет, наш синий ФЦ цвет, но в небольших оттенках. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть. А также мы дадим лимонный цвет. Если у вас нет лимона, уберите желтый. Вот так, чуть-чуть. Вот. И теперь мы будем рисовать нашу долину. Поскольку она освещена вот этим цветом неба, мы начнем именно с этой части. Мы берем белый с желтым, перемешиваем довольно активно. И вот здесь вот мы раскрашим такое пятно. И здесь чуть-чуть, для того, чтобы оно у нас входило в состав нашей долины. Берем, теперь докладываем белый с голубым. Так, подкрашиваем. Вымываем кисточку, потому что у нас появляется сразу же какой оттенок? Зеленоватый. И начинаем. Так. Какой активный голубой ФЦ, он дает нам очень большой цвет. Цветовая характеристика высокая. Начинаем все это вписывать. Здесь подходим, где-то перемешиваем при помощи воды, где-то перемешиваем, добавляем белил. То есть у нас должна быть такая вот. очень хорошо, если у вас есть дополнительные акварельные краски, то здесь вы можете не обходиться только одними вот этими цветами, которые у нас есть. Так. Так. Закрашиваем пятно здесь. Вот здесь колодец внутри тоже мы закрашиваем, чтобы у нас все было в одинаковой гамме. Теперь идем сюда. Также берем линию горизонта и уже здесь вписываем наш дальний план до линии горизонта, где наша деревенька. Желтый активно прикрываем белилами, чтобы у нас ну совсем не было вот этой желтизны. Вот так. Все. Дальний план мы с вами прописали. Теперь нам нужно рисовать наш передний план. Здесь мы будем более активно поступать с цвета. Мы берем белый с синим и вот эту вот эту часть мы сейчас пропишем с вами при помощи двух оттенков. Так. У нас здесь будет стоять так колодец. нам нужно тоже немножко здесь желтого добавить. Желтый немножко изменится в зеленый. Пусть будет и зеленый оттенок. Так. Все. Самое главное у нас, чтобы было все закрашено. Все остальное мы с вами сделаем так. Убираем листочки бумаги, которые нам мешают и ставим наш открытку уже для того, чтобы нам с ней работать. Небо уже высохло. Теперь мы начинаем формировать кустарники на линии горизонта. Помним, какой они высоты. Для этих целей нам нужно создать очень сложный оттенок. У нас есть белый цвет, у нас есть ультрамариновый и вот здесь я в сторонке плоду ультрамариновый и синий ФЦМ. Так, чтобы вам было видно. Вот так, да. И мы берем вот этот наш сиреневый оттенок. Но берем его совсем чуть-чуть. Если его нет, берем еще и вот этот цвет бордовый. Пожалуйста. Теперь мы будем быстро накладывать дальний лес. Но он должен быть тоже разнообразным. Берем с ультрамарином, смешиваем, добавим немножко розовинки. И теперь не нужно нам ждать, чтобы все-все идеально перемешалось. я начинаю рисовать с наших кустарников. Вот к низу я хочу сделать потемнее немножко. Ну, не настолько темнее. А теперь давайте продолжим с уроком курса. бордовенького надо добавить цвета. Вот здесь бордовенького добавим немножко. уроком курса. Так. TC Так, у нас здесь крыша. Так, теперь сюда переходим. Надеемся, что вам понравился урок до этого момента. Вы можете приобрести весь курс, частью которого является сегодняшний урок по ссылке в описании. Мы уверены, что вам понравятся все наши уроки, как в этом курсе, так и в остальных. Спасибо всем, кто решит их приобрести. Вот наш желтенький отсюда добавила, для того, чтобы нам показать задний план. Вымываем кисточку. Берем белый с синим. Синий этот у нас. Синий этот урок. 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 новые выпуски. Мы будем рады видеть вас в числе членов канала. Это отличная возможность поддержать нас. Это поможет нам продолжать создавать для вас полезные и качественные материалы. Кроме того, вы можете поддержать наш проект, приобретая наши курсы или сделав пожертвование через PayPal, Revolut или на Patreon. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки для помощи находятся в описании под видео. Спасибо, что вы с нами и до встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...